здравствуйте друзья подписчики друзья пчеловоды мужчины и женщины пчеловоды зрители моего канала видеоматериал пойдет о том как я в 2017 году забираю корпуса с медом как это будет происходить на пасеке я могу немножко показать мы видим реально что сейчас у нас конец июля месяца во вторник уже начинается 1 августа пасека находится в таком состоянии есть небоскребы есть поменьше есть маленькие но ситуация вообще с медом очень очень плачевная будем считать в этом году нам и природа как говорится преподнесла сюрпризы ну и людской фактор сыграл очень большое дело с потравлением пчел поэтому многие спрашивают почему так выглядит пасека на конец июля месяца начала августа что стоит два корпуса один магазин ну такая ситуация что многие семьи некоторые из них вообще слабые 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 хоть бы себе и хоть бы мне если принесут магазинчик то и спасибо им большое вот но есть индивидуумы конечно я не буду говорить какая-то порода но это как это какое конкретно от кого от какого заводчика этот материал матки матки это карника приобретались прошлом году они конечно в этом году показали себя очень и очень хорошо невзирая на то что еще и было про трава возле этих ульев тоже лежит очень много мертвых пчел но все равно они работают супер и почему я вот и остановился на этой породе на карнике которая как говорится дает рекорды можно сказать даже при том что многие пчелы допустим погибли в этих семьях летная пчела ну давайте потихонечку порядку так стоят трубки трубки стоят это новация не моя это я увидел на канале андрея коноплена пробовал способ работает пчела выходит единственный момент если будет безвзяточный период я не знаю как она будет срабатывать ну надо будет попробовать если будет воровство значит и трубка не годится но все равно мы будем сейчас отбирать корпуса будем выдувать их слаживать на поддоны и закрывать сеткой сверху перевозить погружать машину так приступим так творим пацаны такую штуку но очень удобно я вот уже немножко отобрал поэтому покажу как это все убыстряет работу рамочки я не трущу выдуваю воздуходувкой те кто выдувает меня поймут насколько это круто тех кто метит щеткой и не пробовал воздуходувкой начнут может быть минать скувать или это маячу по-русски сказать может презирать за то что то я пчелу выдаю но поверьте щеткой мы больше мне кажется травмируем пчелу и переносим судья улью инфекцию потому что каждый муле потер тут та потер там воздуходувкой шикарно работает пчела не агрессивная в общем давайте покажу а кто это дело делает тот и так поймет кто не делает может попробует может понравится сварили обычную штанину можно было по-другому но я сделал с такого уголка хотя можно было тоньше чтобы она просто было легче ставлю между ульев тележка под дончиком и с крышкой металлической сеткой допустим поставим ее возле здесь возле ульев от обе не чтобы не мешало лету пчел представляет ну под дончик обычный поддон в котором я везу допустим везу мед он протек по дороге по нашей я сказал громко на дороге дорог нет ладно по дороге будем называть так по дороге я провез рамки где-то что-то оборвало где-то что-то потерлось потек мед он весь остался на поддоне осенью его отдал пчелам они его перебрали хорошее забрали плохое понятное дело осы съели ну и решеточка такая посмотрел я у одного пчеловода из россии вот алексей хоть бы не по хоть бы не ошибиться фамилия матюшенко или матюшкин я извиняюсь заранее может быть переиспортировали ну алексей с россии очень большое у него хозяйство пчеловодное вот у него такие сетки я посмотрел на видео кстати видео очень кстати хорошая штука видео ребят тут есть канал канал и иван фабро пчеловод младше меня годами да но сколько у него интересного там можно посмотреть ребята вот вы зайдите по власти по его страничкам по тем видео которые там трех лет недавности там такие вещи иногда можно посмотреть просто совершенно бесплатно такие вещи никто не расскажет и вот методом такого тыка я посмотрел на одном канале на другом у иване также посмотрел и много ничего интересного можно добраться но это уменьшает работу мы не трусим рамки мы не носим рамка рамка нос и так давайте я буду показывать вы в комментариях обязательно напишите кому что не понравилось мы конечно хорошие комментарии возьмем себе на вооружение на вооружение на заметку да и будем опять же такие совершенствовать само себя а вы уже будете за этим наблюдать поехали ребята так подходим к улью здесь изначально я сегодня пробежался уже и тут были добавлены корпуса внизу сушью это лучше пчел уже могли остальное было перегорожено пленкой чтобы это потом этим не заниматься трубки можно использовать а можно их и не использовать при воздуходувки в трубке использовать и удалить или пчел пэбэк там все остальные вообще не нужно я это понял занадто поздно рассверлившие здесь отверстие поприбиваю от этих квадратики но можно было бы этого не делать прицеп такой подошли к улью взяли стамеску завершенно пчела вся взлетела воздух вот ей ничего не мешает она не агрессивно на меня не нападает ставим сюда можно спокойно закрыть пулей теперь подходим нашему корпусу начинаем выдувать и и и и и и и и Главное спина, правда? Опустили, накрыли. Сетка. Вся пчела, которая осталась всегда поднимется кверху, будет лазить сверху. Мы здесь берем, приоткрыли, все, пчела вылетела. Не надо тряпки, нам ничего. Поехали дальше, эта уль у нас готова. Рамку мы не таскаем, она стоит между улей, две семьи, рядышком у нас. Самое главное, маркером мы пишем, сколько этой семьи было забрано, потому как ведем селекцию, сколько каждая семья дала. Пусть сегодня потом мы зарплату им отсчитываем. Так, поехали дальше. Пила карника и только карника. Другой породы на пасеке не имею совершенно. Как говорил один актер, высоко тяжеловато. Мы вам пасеку травили-травили, травили-травили, а пчел и мед принесли. Травили-травили-травили-травили. Вот когда без разделителей Гофмана, без разделителей Гофмана тоже, пацаны, нехорошо. Поэтому рамки с разделителем намного интересней. Они не так гуляют, меньше их вот как здесь, не надо их поправлять. Спинку, спинку берегом. И матрыли от пчел воровок. Следующий. Подрываем. В принципе, ребята, по времени я не знаю. Я не то, что там бегаю возле улья, но недолго, совершенно недолго. Сняли. И погнали дальше. Спинку бережем. Спинку бережем. Следующий. Ручит заведующий. Я уже говорил. Штука классная. Это, кстати, про ток. Чтобы рамки не выскакивали. Потому что рамки первые были у меня немножко туда шелтая болта. Это сейчас я стараюсь, чтобы у вас все стандартно. Чтобы они не выпадали туда наружу. Ну и понятно. Правильно? Оторвал пленочку. Видно, сколько пчелы. Пчела вся активная. Подсолнух у нас цветет. Вчера фермер полил поле. Сам, сам полил. Поэтому никто ему не помогал. Ну, экономия, видать, солярки, скорее всего. Ну, а природа, конечно, свое. Ты покаешь, потом как пчелки залетают. Как они вот, допустим, в покойность все-таки вот переносят. Погнали! Пчелка, которая осталась, покидает корпус. Кстати, ребята, в этом году я вообще заменил такой пчелки. Такую ситуацию. Посмотрите. Покажи. Вот цветет подсолнух. В фазе цветения. Буквально начал цвести неделю назад. И я наблюдаю воровство на пасеке. Я наблюдаю, когда пчелы начинают в обед шнырять. Я не знаю, что в этом году происходит. Ну, блин, ну вот что за ситуация происходит в этом году, я не знаю. Мед по халяве не сдаем. Ценим свой труд. Кстати, звонил друг знакомый, рассказывал. В Белоруссии мед в пересчете на наши деньги, на нашу национальную валюту, стоит 90 гривней с копейками плюс килограмм. Оптовая цена. Посчитайте, какая там розница. Тут вкалуешь, вкалуешь. Травят тебя. Ты лазишь, нифига не получаешь. Ребят, ну кажется, надо ценить труд. У нас фермеры на джипах ездят. Неужели пчеловод, имеющий 100 семей, не может себе позволить нормально прокормить свою семью? Нет? Нет, наверное, да? Так что, сейчас мы еще один заберем. А леточки там закрыты или открыты? Здесь? Нет, в тех, где ты отбирал леточки внизу. Не понял. Внизу леточки открыты и закрыты. С той стороны. А что там закрыты, да? Ну конечно. Не, ну светочка, ну что ты меня... Открыты, да? Конечно. Ты увидела в чём много. Ну понятно, мы столько сдули пчелы, а она в себя же хочет залезть. Некоторые, допустим, там инстинкт, простите, отпустите. Угу. Ну в общем и такая штука. Что я вожу такие камешки, чтобы я потом, когда привез корпуса, я понимал, какие семьи сильные, каким надо добавить в первую очередь. Угу. Так. В принципе, всё, не тяжело совершенно, один человек может собирать. Стамеску забыл. И ты как хирург скальпель. Стамеска, кстати, очень обалденная. Я с ней... Теряю еще, но она блестит, надо только вытирать от капулиса. Кто-то получит зарплату в этом году, а кто-то нет. Кстати, покажи сколько мертвых пчел. Вот покажи, вот видите, улья, которые мы не убирали. Вот этот, вот тот. Это те улья, которые мы не убирали в подмор уже, потому что он уже высоко каковы. А теперь встань сбоку и покажи, как вылетает пчела. То есть как она будет залетать в этот улей. Ты будешь наводить, да? Угу. Вот так вот, ребята, выиграем. Чему 145 рамка? Да потому что легко. Не так тяжело, как бы хотелось. Все, что мы дальше делаем? Ну, это такое видео, долгоиграющее. Как бы правильно сказать. Жарко сегодня, жарко. Долгоиграющее видео. Для чего это показывает? Чтобы меньше нагружать свою спину. Вот нагрузили мы сюда. А теперь берем тачку и потихоньку, потихоньку по месту откачки эти корпуса вывезем. Кто-то рядышком качает. Ну, представьте, рамконосок потаскаешь, потом ходишь, как рамконтанк. Все же проще. Ну, вот. Я не то, что там хвастаюсь. Пять корпусов. Ну, не самой там тяжелой важности. А, техника за безопасностью. Мы же на пасеке. И потащил. Спокойно, не спеша. Все, ребят, везем в цех. Увидимся в цеху.